и пусть рвутся пердаки неожиданно о какой аромат реальные котики лимонад ничего винного от винограда есть ничего нет у меня по-моему и жога началась мне кажется тухлая селедка менее отвратительно чему-то это тут он обливал как можно сделать что-то с таким запахом я не знаю как это пьют слов не подобрать отвратительная гадость максимально бестселлер просто бестселлер бестселлеров невкусно пахнет честно говоря подмышкой не будем говорить какие-то мерзости всем привет сегодня предновогодний выпуск винных излишеств и он посвящен игристому вину мы долгие годы ищем что-то интересное но проходим мимо самых популярных и продаваемых игристых вин стране мы не пробуем их мы не знаем что это такое и вот я решил это упущение вычеркнуть из своей жизни мы сегодня пробуем эти прекрасные или не прекрасные вина лыхны лаветти абраудер со лайт боско санта стефана и вот какая-то такая вот штука каждый год я вижу как эти замечательные вина стоят палетами буквально продаются в каждом гипермаркете супермаркете нашей страны все заставлено этим винами и каждый год я вижу счастливых людей идущих и несущих вот эти вот бутылочки свои свои столби праздничные так это народное вино естественно это все сладкие и полусладкие вина а я это ни разу не пил не пробовал и вообще это огромное упущение это нужно обязательно попробовать продегустировать и рассказать вам чем я сегодня и займусь начать можно с чего угодно например вот такой образец лаветти продается практически везде не просто лаветти классику лаветти классика это плодовый алкогольный напиток газированный сладкий лаветти классика произведен заметьте произведен и разлит под контролем аурель ювине срл италия так состав водово сброженный материал яблочный вода 5 сахар белый регулятор лимонный пищевая ароматизатор натуральный мускат консерватор вокалили антикислитель дон-дон-дон короче все по госту вот такой гост произведено это в союз вино краснодарский край крымский район ну в общем лаветти классика открываем пробуем все модно на самом деле сделано фольга такая замечательная красивая пластиковая пробка неожиданно открыли по новогодним столе собирал эти пробки и вот так вот одевал на пальцы клёво да ну короче прикольная когда и так очень делал я их даже оставлю ну уже уже запах пошел интересный разливаем а и кстати что очень интересно у у нас такие новогодние интересные напитки и бокалы у нас соответственно тоже интересные и новогодние себе я вот такой взял так о какой аромат разносится потрясающе первое что бьет прям вообще это конечно котики но вот не те котики которые знаете савиньоновые а прям от реальные реальные котики аромат сладкий аромат фруктовый аромат таких вот наших петербургских подъездов и котиков ну хороших намытых пробуем что-то сладкое фруктовая фруктовая какая-то вода лимонад 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 но базированный лимонад лимонад но алкоголь а где алкоголь а о алкоголя 8 процентов перляж есть газики и тут то есть сладкая фруктовая вода ничего плохого сказать не могу то есть естественно люди покупающие это должны знать что это не естественно не вино это раз не игристое вино это два не относящиеся никаким образом даже к вину к вина содержащим продуктом тоже здесь ничего винного от винограда есть ничего нет это такой вот типа сидра что ли такого своеобразного так что если в таком ключе алкогольного коктейля ну наверное это вот потребитель но ничего такого отталкивающего здесь нет вот плавайте плавайте то есть я понимаю почему он нравится сладенькая вкусненькая сладенько вкусненько плавайте так ну что уже долгие годы многие годы я вижу на полках магазинов какие-то вообще непонятные штуки короче разноцветная какая-то какая-то история очень популярная как выяснилось везде не только в россии смотрите мне показали что нужно делать вот так смотрите какая красота просто восхитительно просто восхитительно ну это прям новый год красота я даже не знаю как я не покупал такое до сегодняшнего дня просто потрясающе я бы даже не пил это а просто смотрел к вину то есть это кстати на самом деле кажется это какая-то там ерунда фигня или что-то там а нет друзья это между прочим испания регион ла-манчо а здесь я думал здесь вообще нет вина ага здесь у нас айрон маскотель вода ну короче красители и тому подобное а вот в общем пробуем а алкоголь здесь 5,5 очень интересно конечно открываем открываем пробка уже пробковая прессованная так конечно накрутил я боюсь сейчас что-то произойдет не так так а называется все это удовольствие называется фагоса ассуль ну их на самом деле множество всевозможных каких-то подобных штук но смысл все том же это слабоалкогольный винный напиток с перламутром то есть его и как бы он такой веселенький так я боюсь я боюсь сейчас что-то произойдет он очень газированный так все ок и ок так наливаем ой е это же это же омывайка для моей машины точно я ставлю полный стакан налили бокал полный бокал нальем какая красота как побольше налили какая красота специально подготовленная палочка вот все вот так вот делается не знаю вам видно ой красота ой красота я прям вижу как девушки радуются этой красоте на корпоративах на своих вечериночках и пьют ну что что это такое извините у меня по моему и сжога началась я я не играю я серьезно говорю подкат как в роликах про сестремлинг когда люди пробуют вот у меня вот такая же фигня мне кажется тухлая селедка менее отвратительно чем вот это блин я просто подкатил вот серьезно вот так вот первый аромат не знаю такое ощущение что кто-то он обливал в эту бутылку закупорил а потом это все на выдержке было ну типа на двойной ферментации ладно первые вот эти вот все штуки ушли ну аромат из блева остался чего то что-то химического ну и какого-то тарта ванильного блин ну просто я попробую я попробую ради вас нет перед этим еще сделал вот так и вот так вот еще я похож на фокусника эти которые для детей что-то организовывать ай ладно и вот это покручу все шоу продолжается ну все блин смех то у меня есть ради вас ждать подписывайтесь тут это самое самое может быть и что за запах как можно сделать что-то с таким запахом короче запаха это невозможно не пить не есть не нюхать фу короче это отвратительное фу гадости не знаю у меня нет эпитетов фу я не знаю как это пьют вообще главное я вижу постоянно что-то продается и за границей и везде и всюду и подобные напитки я не думаю что они качеством отличаются сильно вот от этого они такие же легко алкогольные слабоалкогольные ну фу просто фу своей юности будучи студентом я пробовал бы всякую дрянь конечно там всякие там не ну не всякую не 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 всякую я пробовал такие там алкогольные там такие коктейли в баночках вот эти вот помните раньше популярны вот так вот вот это на на аромат и на вкус блин назвать это можно только одним словом просто дерьмо вот просто отвратительное дерьмо я просто я не знаю как это пьют какие-то ароматы какие-то строительных материал на вкус это вообще просто слов не подобрать отвратительной гадость кроме как вот этой вот веселухи перламутровые здесь ничего нет это дрянь это дрянь не подсказывают что это можно ставить на полку с алкогольными коктейлями в баночке да нет же нельзя ставить на полку с алкогольными коктейлями потому что это еще и очень опасно для жизни просто что-то с таким ароматом не может быть не опасно ладно забыли на секундочку я потом расскажу сколько это стоит вообще балдеется просто обалдеть люди покупают популярные напитки все это это супер популярные напитки в нашей стране поехали дальше ой мы дошли до просто такого деселлера что мама родная это санта стефана это то что каждый год и рекламируют и всякие там единые личности типа пузова кто только ее не планирует везде очень популярный напиток очень популярный напиток мы так как бы проводим эксперимент мы пробуем что это такое хорошее санта стефана что такое что это что есть такое санта стефана выбор миллионов покупателей бла-бла-бла-бла-трата-трата-трата слабоукогольный особый гибридированный гибридовый состав состав хемитированные сукла вороты питьевая сахара натуральный автор мускат тасканский лимонная кислота натрия интересная штука я давно замечал это почему-то нашей стране просто обожают итальянские названия то есть если ты хочешь если ты придумаешь бренд, то тебе нужно обязательно назвать его каким-то итальянским именем. Ну, например, очень любят Массимо. Массимо — это прям Массимо Штанини. Массимо Штанини, да. Или, например, придумывают бренд Сиро. Ну, обязательно итальянский. Название должно быть обязательно номер один в Италии. Кто-то его не знает, но он будет номер один в Италии. Как и первый экспонат «Ловетти», то есть такая мимикрия под что-то итальянское, так и вот, например, «Санта Стефано». Его уже не назвали, например, произведен он в Московской области, город Раменский. Его уже назвали там «Святой Рамен». Короче, пробуем «Санта Стефано». Это какой-то максимально бестселлер, просто бестселлер бестселлеров. Открываем. Извините, я уж ножом не орудую, не по-модному. Я по-модному. Как-то просто его открыть. Прикольно, какая пробка интересная такая. Ну, тоже пластиковая. Чин-чинариком. Оба! Такая прикольная. В коллекцию пойдет. Наливаем. Такой вот чудесный цвет. Так. Доносятся такие цветочные ароматы. Чем-то схожи с Лаветти, но у Лаветти что-то вот такое… Вот тоже есть котики, но они такие уже близки к… Все-таки каким-то винным тонам. Какие-то тропические фрукты, цветочки. Интересно. По-моему, здесь ароматизатор мускат. И вот он прям четко во вкусе прослеживается мускат. То есть такой типа… Грубо говоря, Асти. Да. То есть больше всего, что он напоминает, это вот такой вот вариант Асти. Только здесь процентов алкоголя… А, восемь. На вкус, в общем, вот такой средней руки Асти. Поэтому, как говорится, а зачем платить больше, хотя… К концу видео я вам скажу, сколько это стоит, и тогда поймем, вообще стоит, за это платить или не стоит. Ну, вот такой продукт. Стан Степанов. Следующий на очереди, опять-таки, абсолютнейший бестселлер и любимец россиян – это Боско. Мне кажется, он стоял на заре появлением всех этих всевозможных напитков. Мне кажется, даже изначально это было какое-то вино. Сейчас же это аналогичный предыдущим товарищам. Ну, кроме вот этого. Вот в этом реально есть вино, но пить это невозможно. Здесь у нас что? Плодовый взброженный материал, сахарный, серовый, пропитинодиоксид, углерод, регулярная кислота, стеримонная кислота, стеримонная кислота, стеримонная кислота, натуральный ароматизатор, груша, абрикос, папайя, манго. Вот, видимо, это и будут ключевые ароматы и вкус. 7,5 градусов. Открываем, пробуем. Так. Пробка пластиковая. Так. Пока у нас деревянная пробка. Деревянная. Пробковая пробка. Деревянная пробка была только у самой главной вкусняшки. Вау! Господи, уже наливаем. Угу. А, давай полный. Красивый будет. Пусть красивый кадр будет. Пусть будет красивый кадр. Боско. Вау. Невкусно пахнет, честно говоря, пахнет какой-то подмышкой. Серьезно, такую подмышку, которую вместо того, чтобы помыли, ее запрыскают чем-то, каким-то дезодорантом или что-то такое. Жвачка турбо, зеленое яблоко, не такое зеленое яблоко, а зеленое яблоко. Зеленое яблоко именно из жвачки либо шампуня, вот такое зеленое яблоко. Пусть будет аромат тухленького манго, если не знаете аромат тухленького манго, тогда хорошо, аромат испорченных абрикосов. Ну, при этом легкая свежая. Варенье, да, вот что-то такое абрикосовое есть. Ну, это бестселлер, вот просто абсолютнейший бестселлер. Люди его просто обожают. То есть если взять вот эти два товарища, то есть я вижу это постоянно, всяких шоу бесконечных, люди, закупающие на свадьбы, корпоративы, вот они закупают Санта-Стефана и Боска. Ну вот, вот такая штука. Пробуем. Запах какой-то, конечно, просто... На вкус, что могу сказать, я абсолютно не говорю про цвет, как-то цвет, цвет такой бледно-соломенный перляж есть во вкусе. Вкус такой какой-то, даже не знаю, сладкий, следовательно, все сладкие вина. Какая-то, даже тонин присутствует, легкая-легкая горчинка во вкусе доминирует, конечно, сладость, фруктовая сладость и с какими-то вот этими вот посторонними химическими вкусами. Это не сильно отвратительно, это для любителей сладких вин это нормально. Если сравнивать Санта-Стефана и Боска, то Санта-Стефана, конечно, значительно вкуснее. Будем оценивать эти вина по вкусно-невкусно. То есть пока мой, вот из этих, я попробовал четыре, то есть это вообще дно пробито. Санта-Стефана пока самая прям, самая пока огонь. Ну и вот из этого, четверки. Не знаю, зачем такие ароматы. Почему здесь что-то такое естественное? Ну, не знаю, почему здесь аромат шампанского? Есть же аромат шампанского, наверняка есть аромат шампанского. Там, не знаю, там булочек аромат, что-то вызывающее аппетит. Ну как вот, не знаю, какие-то отдушки из шампуней. Все, я больше это пробовать не буду. Это Боска, это бестселлер, это, кстати, делается в Литве, Прибалтика. Как это пьют говно вообще, вот это просто днище. Так, следующий у нас на очереди, это супер гигант российского виноделия, это Абрау Зурсо. Своей линейкой Абрау Лайт. Тоже замечал его уже несколько лет на полках наших магазинов под Новый год. И на всякий праздник она также стоит с какими-то палетами поднебесными. Вот. Изысканный сладкий Абрау Лайт. Так написано на этикетке. Здесь у нас что состоит из Абрау Лайт? Плодовый сброженный, яблочный, вода питьевая, сахар белый, регулярные кислоты. Плодопищевая, ароматизатор пищевый натуральный. А, ароматизатор пищевой натуральный, тип Просека. Вот это любопытно. Тип Просека. По восемь градусов. Все, попробуем. Попробуем, что это за интересный такой напиток. Абрау Лайт. Который также является абсолютным бестселлером. О, здесь уже пробковая пробка. Натуральная. Натуральная прессованная пробка. Угу. Так. Так. Угу. 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 Я сейчас. Ну как. Угу. Рут. Угу. Угу. У-у-у-у-у-у. Я-у-у-у-у-у-у. Угу. Почему эти запхи добавляют? Непонятно. Наливаем. Бокал я для Abrao 900 забрал. Такая шапочка. Чудо чудесное. Бокал я еще наливаю. Бокал я еще наливаю, чтобы был красивый. Браво лайт. Это у нас красота. Вот, кстати, почему-то во всех, в этом, в этом, да, по сути, вот, Ловетти, Санта-Стефано, Боско и Abrao Lite, вот этот вот аромат манго, но здесь, кстати, он больше всего похож на манго. Он такой более свежий, свежая, сладкая, консервированная манго. Какие-то фрукты. Аромат приятный. Вот такой аромат тропического сок мультифрукт. Сок мультифрукт, точно. Мультифрукт, мне подсказывает. Что-то такое сливочное, пломбионное есть. Да, вот, видимо, это, видимо, ароматизатор Просека. Это, кстати, самый интенсивный перляж из всех, что был. То есть мы пока опробовали, открыли пять бутылок. Вот из пяти бутылок это самый перляжестый перляж. Смотрите, какой он красивый. А? Красота. Здесь он почему-то не так интенсивно идет в бокале. Ну ладно, давай попробуем. Ничего нового не появилось. Сладкое, конечно, такое. В ощущении, что оно самое сладкое. На вкус такой же мультифрукт соперничает с алкоголем. Вот у него какое-то такое есть состязание. Кто кого поборет вкус вот этих вот фруктиков или алкоголь. Вот у них такое есть. А я выпью. Да, 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 да. Прям алкоголь здесь выходит. Вот он, кстати, больше всего похож на те напитки, которые я периодически позволял себе выпить в студенчестве. Ну какие там раньше были? Всякие какие-то там… Нет, твердка конька не пробовал. Я пробовал… Так, что мы там будем? О, популярный, кстати, был… Вот, кстати, был такой… 125 тысяч лет назад. Очень популярная такая была фигня. Это мартирей. Он был в банках, а потом появился в каких-то вообще баклаках. Вот он похож. Там тоже какие-то такие тропические фрукты были. Абрау Дюрсо – гигант. Гигант. Это типа Павел Снежок Воля, а тут Абрау Дюрсо – light sweet. А, еще главный прикол. Короче, у всех этих бутылок почти есть какие-то прикольчики. Вот эта вот бурда, она вот так вот жжжж и весело. А у этой бутылки, у нее какой прикол? Короче, в темноте вот эта вот надпись, она светится. Вот так. Ну ладно. Так, попробовали, да? Попробовали. Я же потом в заключении что-нибудь скажу. По каждому. Ну и, наконец, я оставил это на вкусненькое, на сладенькое. Я урвал вот в такой вот коробочке. Гулять как гулять. Коробочка. Коробочка. Ну, красота. Можно подарить. Можно всем сотрудницам подарить. Можно лыхнуть на Новый год. Красота. Да? Так, открываем. Открываем, открываем. И, кстати, сейчас самое интересное. Самое интересное. Я почему, кстати, его и оставил напоследок. Я знаю, что там будет бомбить у всех любителей вина. Потому что из всех, из всех вот этих вот шести экземпляров, игристого. Это единственное, что является полноценным, стопроцентным, натуральным, игристым вином. Изготовлено из сортов шардоне и униблан. Кстати, вот сделано таким вот тоже супергигантом вина и воды Абхазии. Там и вина, и воды. То есть, понимаете, и вина, и воды. В общем, короче, сколько всего про лыхны мы слышали. То есть, лыхны – это же такая штука интересная. То есть, когда ты хочешь в последние годы, ты хочешь подчеркнуть свою какую-то такую инакомыслие в винном в этом мире. Ну, то есть, ты такой крутой, короче. Ты должен сказать, пфф, пиццу лыхны. Или там, ну, это какой-то там лыхны. Или там что-то еще. Да. А сам идет и покупает какую-нибудь там другую лыхну. Ну, ладно. Короче, не будем про это. Давайте мы сейчас откроем. Это игристое белое полуслак. Нарядно выглядит. Ну, в принципе, как и все выглядит нарядно. Но это прям торжественно. Надо было, конечно, ножичек взять. Ну, ладно. Что у нас. Вот тут уже, тут уже тоже пробка. Натуральная, прессованная. Ой, по-моему, там просится. Нет? Нет, не просится. Ну, сейчас опросится, походу. Так, открываем. Угу. Что такое? Вот. Вот, друзья. Вам просто нужно перед лыхны попробовать лаветти, бурдетти, Санта Стефано Боско и Абрау Лайт, чтобы вот тонкий аромат только открытой бутылки лыхны вызывал у вас практически сексуальное возбуждение. Ну, ладно. Наливаем. Лыхны. Я еще никогда торжественно не говорил. Лыхны. Ай, лыхны. Блин, что за цвет-то такой? Не, ну, выглядит вообще очень, очень даже. На пиво похоже, да, не подсказывает. Наливаем. Угу. Цвет прям выдержанного, бочкового, да, прям, перляж. Есть. Красивый. Идет. Интенсивный. Идет. Цвет, вот вы видите, медовый, такой прям янтарный. Очень прям ароматика. Не знаю, может это присуще сладким винам? Почему-то мне опять здесь кажется манго вот это вот. Не понимаю, почему. Кстати, действительно, просто у меня рядом с домом находится пивной завод. Я часто чувствую аромат солга, хмеля, и поэтому я точно могу сказать, что здесь присутствует аромат пивных вот этих вот штук. солга, хмеля, вот чего-то такого. Что-то тропическое. Ну, кстати, вот ароматика какая-то неявная. Пробуем. Вот за этой сладостью, то есть, конечно, это из всех вот этих вот ребят предыдущих, оно, это вино, просто как минимум. Но за этой сладостью, оно просто напрочь замыкает. Даже если какие-то были оттенки, вкусы, оно вот просто замыкает это все в цепи сладости. Ну, какая-то горчинка, что-то недолгое такое. Даже видно, что я даже не знаю, сколько здесь сахара, потому что ощущение, что он прям, знаешь, ложка будет стоять и себе поставить. Можно проэкспериментировать. Видишь, что такое густое. То есть, это даже, ну, вот любителям, да, каких-то мускатов, вот такого всего, может, понравится. Ну, ароматика все равно какая-то неестественная. Почему-то она мне... Да, но из тех, естественно, это можно назвать... Не можно назвать. Это и есть тигристое вино. Просто вот такое своеобразное. Ну что ж, пришло время подводить итоги. Начнем с шестого места. И шестое место я... На шестое место я ставлю вот эту вот жидкость под названием Фагоса Ассуль. Из региона Ла-Манчо, Испания. Вот. Потому что это просто... Это ту мальчик, конечно. Давайте я даже сейчас по... По ароматике есть еще? По аромату еще есть. По аромату тряпки и болевоты. Жуть какая-то, да? Значит, вот эта вот дрянь стоит со скидкой, я ее купил в ленте, за 450 рублей. А без скидки это стоит 750. Ну ладно. В общем, вот это я прям категорически не рекомендую. Значит, на пятое место я ставлю Боско. Боско. То есть, мне казалось, что такой абсолютно бестселлер, как Боско, но, наверное, там что-то будет, за что цепляют людей. Я, честно говоря, не понял, потому что при цене со скидкой 368 рублей, а так цена доходит на него где-то там, я даже видел там 550. Вот. То есть, я думал, что будет что-то поинтереснее. Не понимаю, зачем это возить из Литвы, когда можно у нас это сделать. На четвертое место я ставлю Абрау. Несмотря на то, что здесь была самая свежая и отчетливая ароматика из всех вот этих вот ребят, но здесь во вкусе сильно выбивал алкоголь, поэтому я поставил на четвертое место. Абрау у нас стоит 184 рубля со скидкой. Ну, то есть, это прям, в общем-то, нормальная. Такая вот штука типа какого-то алкогольного коктейля, напитка. Да, 184 рубля. На третье место я ставлю Лавейки. Стоит она столько же, 184 рубля. Здесь тоже все это везде во всех вот этих вот ребятах. Ну, кроме вот этого. Здесь аромат Болиоты. А вот в этом, вот в этом, вот в этом и вот в этом. А какой-то, я не знаю, видимо, это какой-то модный аромат. Аромат манго. Опять же повторюсь, в Абрау он самый, ну, такой мощный и, что ли, похожий на натуральный. Вот такой мультифрукт. Здесь он еще с такими, с ароматами котиков и петербургских парадок. Вот. Вот. Цена 184 рубля. Лавей. Значит, и, наконец, второе место. Это у нас Санто-Стефано. Санто-Стефано из всех получилось самое такое, похожее на мускатное вино, типа какого-нибудь там, игристое. Типа какого-нибудь Асте. Вот. То есть, понятно, почему люди его... И цена 213 рублей. Ну, в общем, как бы. Понятно. Все понятно, почему его люди берут. Так. И, наконец, первое место. Единственное, получается, из всех, которые являются игристым вином. Это лыхны, полусладкая, шардоне, шенинблан. Абхазский завод вина и воды Абхазии. Вот. Я ставлю его, кстати, я ставлю первое место. И пусть рвутся пердаки у всех инавистников абхазских вин. Виат. Я выбирал самые популярные вина игристые, которые покупают наши дорогие россияне. Россияне, понимаешь? Покупают вот это. Вот. И, собственно, я это купил, чтобы попробовать и вам рассказать. Попробовал? Рассказал? Или попробовал рассказать? Друзья, я не буду рекомендовать или не рекомендовать какие-то из этих вин. Я уверен, что Новый год можно справить, отметить с любым игристым вином. Главное, чтобы рядом были ваши близкие. Они были счастливы. И вы были счастливы. И это самое главное. А вино – это дополнение к нашей радости и к нашему счастью. Я желаю всем быть счастливыми и пробуйте хорошие, пробуйте разные, пробуйте вкусные вина. С наступающим Новым годом! Я настоятельно вам рекомендую подписаться, поставить колокольчик, лайки, всякие вот эти вот штучки. Потому что это как-то подбадривает, что ли. Надеюсь, спонсор нашего показа «Полисорб» и «Активированный уголь» с «Боржоми» не понадобится вечером. Адское пойло. А вообще, если вы любите сладкие вина… о́la, ч CEOs «Боржоми», а всем!